Эти страшные кадры были сняты на улицах областного центра и трассах региона. В местной полицейской службе отмечают, что в дорожно-транспортных происшествиях с участием таких автомобилей за год погибли 35 человек. Только с начала года водители Шаранов 212 раз нарушили правила дорожного движения. Самые частые нарушения – несоблюдение правил перевозки, нарушение правил эксплуатации и скоростной режим. Привлечено 7 водителей автомашин Шаран, которые занимались незаконной перевозкой пассажиров, то есть за отсутствие лицензии на право перевозки. Также в прошлом году было совершено 15 крупных ДТП, в результате которых погибло 35 человек. В целях профилактики данных правонарушений нами сейчас жесткий контроль ведется в отношении таких перевозчиков. За один месяц этого года сейчас было привлечено где-то 212 водителей таких транспортных средств. У Шаранов есть ряд преимуществ перед автобусами большей вместимости. Посадив 5-6 пассажиров, они сразу отправляются в путь. Но в погоне за прибылью водители зачастую забывают об элементарных правилах безопасности. Авария была одна, серьезная авария. Тем более машина, которая вообще к нам не относится, она на встречку вышла. Наша ехала нормально же, в своей полосе, уже оправдали. Сколько приблизительно обслуживают на трассах Шаранов работает? 100 где-то. 100? Толста, да. И у Шаранов там Ларус, Шаранов, да. Вот грешат полицейские, что именно они с ними часто? Пусть они работают с ними. Я не знаю почему. Почему они вот... Почему нас, когда МЭРС обгоняют, никто не видит? Они же тоже так ездят, они не опасные. Они у них односкатные колеса, вообще не имеют права вообще пассажирской перевозкой заниматься. Пассажиры имеют право выбора, сесть в автобус или воспользоваться услугами частника. Полицейские советуют попросить водителя предъявить необходимые документы, разрешающие пассажироперевозки. Тут же много факторов всевозможные. И скорость, и гонка, наверное, и нажива, наверное, думают. Ну для вас что предпочтитель? Конечно, МЭРС и Газели, естественно, спокойнее, безопаснее, во всяком случае. Шараны дорого, на Газели очень хорошо ездят, тепло. На шаранах там они скорость бешеную набирают. Поэтому лучше Газель. Газели вообще идеальный вариант. Роман Копняев, Айбулат ЖГП, Рустам Джумашев, ТДК-42.